Селям алейкум. Недавний прорыв на Каховской гидроэлектростанции вызвал массу беспокойств. Грозит ли это Крыму вспышками инфекционных заболеваний и как может отразиться на населении в целом, поговорим сегодня с доктором медицинских наук, профессором кафедры инфекционных болезней Крымской медицинской академии имени Георгиевского Крымского федерального университета имени Вернадского мунивер Тейфуковной Гафаровой. Экологи и врачи сегодня говорят о том, что в воду попало много опасных веществ, что может вызвать вспышку инфекционных болезней. Так ли это на самом деле и чем грозит это Крыму? Ситуация, конечно, очень тревожная и в воду могут попасть не только возбудители инфекционных заболеваний, радиохимические, химические отходы и так далее. Дело в том, что после прорыва плотиной на Каховской ГЭС произошла остановка подачи воды по Северокрымскому каналу, который был открыт два года назад для сельскохозяйственных целей, но не для питьевых. В связи с этим, что 8 июня уже прекратилась подача воды в Северокрымский канал и практически в нем воды уже нет. Единственное, что я вам могу сказать, что Северокрымский канал, который работал на территории Крымского полуострова, нам нес вместе с пользой для сельского хозяйства, для аграриев, наносил определенный вред в плане инфекционных заболеваний. Вместе с Северокрымским каналом с водой к нам пришли различные грызуны, которые водоплаивающие, и принесли массу проблем такого заболевания, как лептоспироз, который протекает очень тяжело и приводит к гибели большинства больных. Но то, что в канал не поступает вода на сегодняшний день, немножечко меня успокаивает. И в связи с этим я хочу сказать, что тревога, конечно, есть у людей. Дело в том, что возбудители инфекционных болезней могут прийти на территорию полуострова не только с водой, с водой мы исключаем, но с морской водой, предполагается, и просто с контактами через людей. То есть общение между Херсоном и Крымом, конечно же, идет. В связи с прекращением подачи воды из Северокрымского канала, угроза вспышек инфекционных заболеваний невысокая, и в принципе мы даже не предполагаем. Это произошло в летний период, и очень многих сейчас беспокоит вопрос, можно ли купаться в море, не несет ли море опасности. По данным Института биологии Севастопольского нашего научно-сельского института установлено, что морская вода, в которую, возможно, попали возбудители ряда инфекционных заболеваний, будет идти вдоль гряды, я не помню уже название, вдоль гряды, которая не приведет к заносу этих возбудителей на территорию крымского полуострова, но будет, уйдет эта вода в сторону Румынии и так далее, и к нам уже в таком разбаленном виде даже себе подойдет, то опасности не существует такой. Единственное, что я могу сказать, что возбудители инфекционных заболеваний в морской воде долго не выживают. Вот это вот как бы в сторону того, что опасности со стороны моря ждать не приходится. Вспышка холеры возможна? Я вам отвечу сразу категорично, что это невозможно, потому что со стороны органов Роспотребнадзора вот предэпидемической ситуации летний сезон наступил, ведется серьезная работа по контролю воды, морской, речной, озер, открытых водоисточников на наличие возбудителей холерного вибриона. Пока таких находок не обнаружено, и в этом плане я хочу сказать, что людям не стоит беспокоиться о том, что вспыхнет холера или эпидемия холеры возникнет, в этом плане на территории полуострова ведется определенная работа, которая точно так же волнует и врачей, и экологов, и биологов. Тогда какие заболевания возможны в летний период? В летний период мы всегда насторожены в отношении кишечных инфекций, как шагелезы или обычная дизентерия, салмонеллезы, которые могут передаваться через продукты питания, овощи, через яйца, через молоко. Кроме того, возможны интровирусные инфекции, которые чаще обнаруживаются в воде. За этим ведется постоянный мониторинг. И обычные проявления кишечных инфекций для населения понятны. Наличие диареи или жидкого стула, тошнота, рвота. Преимущественно, конечно, как индикатором этого являются дети. Потому что у взрослых все-таки есть какие-то навыки определенные. Вымыть руки, вымыть фрукты или овощи перед употреблением. Но кишечная инфекция обычно у нас нарастает в теплый период времени. И это ожидаемая, то есть та заболеваемость, которая носит постоянный характер, и мы называем ее спорадической. Тем не менее, риск заразиться кишечными инфекциями после ситуации на Каховской ГЭС остается. И в связи с этим я хочу задать вам вопрос, какие меры профилактики существуют? Да, риск возникновения, возможно, новых инфекций остается. Потому что сопредельная территория Херсонской области в этой катастрофе играет самую главную роль. Отношения между людьми, контакты, навестить своих родственников, приютить тех, кто потерял кровь. Таким образом, возможно, передача инфекционных заболеваний тоже. И в связи с этим, конечно, разработаны меры сезонной профилактики и противоэпидемические мероприятия, направлены на то, чтобы не было заноса с той территории на Крымский полуостров. Естественно, медицинские бригады, специальные отряды, бактериологические лаборатории работают на сопредельных территориях по контролю за состоянием здоровья людей, перемещающихся с одной территории на другую. Ну, предсезонное это может быть фагирование бактерий фагами для того, чтобы даже если человек с какой-то дозой фруктов или воды, или же овощей получил инфект, то с помощью бактерий фагов мы разрушаем это начало, и заболевание не развивается. Возможно, вакцинация по эпидемическим показаниям. Ну и при выявлении подозрения на наличие инфекционных заболеваний обязательно госпитализация с целью изоляции этого человека от других в инфекционные стационары. Какие симптомы должны насторожить человека, чтобы обратиться к врачу? Ну, особенно симптомы после посещения сопредельных территорий в пределах 5-7 дней наличие жидкого стула, частого жидкого стула, тошнота, возможно, рвота, рвота неоднократная, слабость, повышение температуры. То есть это признаки того, что человек, возможно, заболел кишечной инфекцией, потому что налицо вот такая интоксикация. Таким людям, конечно, следует обратиться по месту жительства. Для чего? Для того, чтобы с помощью бактериологических методов исследований у нас сейчас развита служба лабораторная по современным методам диагностики, экспресс-методы диагностики есть, своевременно оказать помощь. Помощь будет заключаться в взятии анализов, при подтверждении подозрений на кишечную инфекцию, госпитализация детей в детскую инфекционную больницу, взрослых во взрослую инфекционную больницу, и таким образом справиться с тем, что у человека началось заболевание. И все же хотелось бы услышать Ваш прогноз как специалиста относительно этой ситуации. Ну вот, такой краткосрочный прогноз я уже Вам сказала о том, что ожидаемый, то, что говорят, в принципе, возможно только сезонный подъем кишечных инфекций, который возможен у нас на территории, а долгосрочный прогноз зависит от того, что путем контролирования воды из открытых водосточников, с моря, с рек, с водохранилищ, отовсюду мы можем, после того, как определим наличие микробного заражения, загрязнения, мы можем сказать, что ситуация там прогнозируется на долгий срок. В принципе, конечно, успокаиваться не стоит, настороженность на кишечные инфекции, на другие инфекции, которые могут быть занесены с сопредельной территории, не очень, я Вам скажу, благоприятны. В связи с увеличением водной поверхности по разрушению дамбы возможно появление большого количества насекомых, особенно семейства комары, москиты и так далее, которые, понимаете, могут залетать и на нашу территорию, через транспорт, вообще, вместе с водой, накопиться. И вот наличие их, как переносчиков, тоже прогнозирует возможность занос на территории Крыма ряда инфекций, которые, в общем-то, нежелательны для крымского полуосора, потому что у нас есть условия для того, чтобы эти заболевания распространялись. К мерам профилактики, что Вы еще посоветуете? Ну, вот общественную профилактику я сказала, то, что делают органы здравоохранения, меры личной профилактики предполагают пить воду срогоконтрольно, желательно бутилированную. Если же нет таких условий, то воду только после кипячения, особенно для питьевых целей, для хозяйственных. Например, даже для того, чтобы вымыть какие-то там предметы быта, тоже нужно это делать. И помнить о том, что через овощи, фрукты, возможно, занос в собственную квартиру у возбудителей, которые, в общем, орошаются водой, из почвы и так далее. Меры личной профилактики заключаются в соблюдении режима водообеспечения, мытье рук и более пристально следить за личной гигиеной, как себя, так и своих детей в семье. Муниверханам, Вы говорите, вода только после кипячения, либо бутилированная вода. Но очень у многих в доме стоят фильтры воды. То есть фильтрованную воду тоже нужно кипятить? Ну, я бы посоветовала кипятить, потому что фильтрованную воду, это не значит, что туда не проникнут вирусы, не только бактерии. Вирусы вирусного гепатита А, которые тоже являются кишечной инфекцией, через фильтры проскакивают просто абсолютно. Я в настоящее время желаю только после кипячения, советую только после кипячения пить воду. В настоящее время очень важно соблюдать меры профилактики. Будьте здоровы!